Продолжение следует... Примерно на 16 века, когда начала развиваться наша визуальная астрономия, стали отмечать такие интересные факты, что на Луне имеется какая-то техническая, скажем так, активность в виде нескольких тысяч вспышек на лунной поверхности, которые ничем не могут быть вызваны, в виде изменения геологии лунного рельефа, который производится с помощью аппаратов, которые бы мы назвали произведениями технической революции. И есть фотографии этих аппаратов, хоть они и секретятся в большинстве своем, но они все-таки становятся в части достоянием общественности. Мы видим, что на Луне, и опять же это зафиксировано с помощью фототехники, есть объекты, которые не могут быть объектами просто обычной природы, обычной геологии. И они по своим признакам могут быть только произведены какими-то субъектами, существами, которые обладают разумом. То есть, сопоставляя данные, которые приносят нам вот такие нечаянные контактеры с данными других областей знаний, мы понимаем, что соответствие между ними достаточно значительное. Ну, знаешь, несмотря на то, что люди правительства, ну, любимая наша сказка, что все все секретят, не допускают, скажем, открытого разглашения информации. Даже признанный новатор и меры, например, Илон Маск недавно заявил, что с большей вероятностью он существует. Имеется в виду внеземной разум. И не только он, но и нобелевские лауреаты. То есть, этот факт уже признания, что это уже почти что правда. Напор информации такой, что сопротивляться ему очень сложно. Какие у тебя еще случаи происходили в формате наблюдения, исследований? Вот я привезла примеры, как бы образцы тех ситуаций, которые пересекаются вот в нашей практике, в нашем банке данных, скажем так, и в той книге, которую подготовил Антон Анфалов. Вот, ну и, ну, возьмем вот такой пример. Это многим тольяттинцам известное здание завода управления. Это управляющая структурой Волжского автомобильного завода. Ночная съемка. И то, что мы видим на дне, это треугольник, НЛО в форме треугольника, который совершенно неоднократно работниками ВАЗа, когда в единичном числе, когда группами людей, наблюдался над самим Волжским автозаводом. Что им там надо было, в смысле не людям, а вот этим треугольникам, Бог его знает. Очень много вообще нам информации поступает от работников ВАЗа, поскольку там, как бы, режим работы захватывает ночное время. Вот такие события от ВАЗовцев мы получаем информацию о них достаточно часто. И это очень хорошо пересекается с информацией Антона Анфалова, потому что у него, его очевидцы, рассказывают ему именно о подобного же типа объектах, о подобном же типе наблюдений и взаимодействия. Говоря про способы коммуникации в книге «Пришельцы в Крыму», Антон пишет о том, что они используют очень часто мысленные формы общения. То есть слов, по сути дела, нет. Как это коррелируется с твоим пониманием способов общения с нами? Практически на 100%. Очень часто очевидцы рассказывают о том, что либо вторая контактирующая сторона говорила на каком-то своем языке, звучание которого было абсолютно непонятно, но в то же время смысл оставался понятен. Либо рассказывают о том, что вот эта самая вторая контактирующая сторона вообще губами-то и не шевелила даже, несмотря на физическое наличие рта. А смысл общения получался первой контактирующей стороной человеком совершенно без всяких искажений. А значит ли это о том, что такие, как бы мы сказали, сенсорные способности более присущи этой второй стороне? Можно, наверное, так не считать, потому что люди тоже обладают способностью к телепатии. Вполне возможно, что вот эта способность у них каким-то образом активизируется. Но ведь никто еще толком не сказал, откуда рождаются мысли. Может быть, именно из этого пространства оно и происходит. И может быть, просто переключением каналов приема. Вполне возможно. А возможно, что на такой способ восприятия влияет то, что человек все-таки находится в таком не совсем стандартном состоянии. И волей-неволей его физиология реагирует на это как на стресс. А стресс он повышает возможности человеческого организма, пусть и на ограниченное количество времени. Татьяна, я знаю, что у тебя есть пример по этому поводу. Приведи его, пожалуйста. Пример очень интересный. И наверняка он неизвестен Антону. И я буду рада с ним поделиться именно этим событием. Событие случилось несколько лет назад. Рассказ о нем привезли мои личные хорошие знакомые, которым я доверяю с точки зрения честности. Событие заключалось вот в чем. Они были в числе участников экскурсии на одну из крымских возвышенностей. Для того, чтобы не будоражить общественное сознание, не буду называть, где это было. Но ситуация заключалась вот в чем. Эта экскурсия, побывав на этой возвышенности, должна была погрузиться опять в автобус. И автобус должен был по горному серпантину доставить их к месту базирования, на одну из турбаз. И экскурсия заканчивалась уже, скажем так, затемно. А по каким-то причинам автобус был, скажем так, не совсем исправен. То есть у него барахлила электрика. И она добарахлилась до того, что автобусу надо спускаться по серпантину, а у него отказывает освещение, отказывают фары. А в темноте спускаться без освещения – это фактически обречь себя на гибель. Так вот, происходит вот что. Водители еще размышляют, что делать, и вдруг над ним все видят, как зависает диск, тарелка. Из тарелки спускается луч света, который освещает автобус и какое-то расстояние перед ним. И вот этот диск своим лучом довел этот автобус по всему серпантину до того места, где без него уже было ехать безопасно, без освещения. Но, скажем так, чем ни разум, чем ни гуманное отношение к нашим несчастным туристам, которые иначе куковали бы всю эту ночь где-то там на верхушке горы, и чем ни это не показатель того взаимодействия, которое есть между нашими сторонами. Получается, практическая помощь. Более того, эта практическая помощь, видимо, была вызвана тем, что вот эта группа людей, она просто находилась в страхе, потому что либо погибнуть, либо провести ночь непонятно где. И вот это телепатическое послание было как-то получено той стороной от вот этой группы людей. Продолжая разговор о книге, Антон пишет, что гора Айпетрия и то, что под ней находится в Черном море, чуть ли не огромные исследовательские комплексы. И это наводит на мысль, что надо прямо туда буквально завтра снаряжать экспедицию, чтобы пытаться исследовать, находить вот эти проявления аномальных чудес или аномальных происшествий, скажем так. Как к этому относиться? Стоит ли вообще сломя голову туда носиться? У меня здесь два взаимонивелирующих друг друга настроения. Первое, конечно, да, очень хочется пройти все те пещеры, которые там есть, и посмотреть, где что есть, и как это можно нам применить. А с другой стороны, понимая, что та сторона не совсем хочет открываться перед нами, более того, некоторые технологии, которые мы видим, что они используются той стороной, для нас они, как для обезьяны гранаты, простите за такое выражение, мы понимаем, что где-то надо ограничивать вот это наше любопытство. И исследования, они, конечно, должны вестись, но они должны вестись постепенно и с пониманием смысла и последствий результатов этих исследований, чтобы не навредить ни им, ни нам. А какие все-таки меры предосторожности ты, как исследователь, рекомендуешь? Ну, предположим, я увидел инлоу за 30-50 метров до меня. Остановиться? Это слишком близко. Хорошо, пусть 100. Первое, что мы говорим, поскольку мы убедились в том, что это достаточно энергетически насыщенные объекты во всех планах, в обычных наших физических планах. Они оставляют после себя радиоактивное излучение в некоторых случаях. Они достаточно сильно излучают в режиме ультрафиолета. То есть, если человек пялится открытым взглядом, то можно получить ожог конъюнктивы и проблемы со зрением. И были даже отмечены случаи, когда человек просто слеп. То есть, лучше через объектив? Лучше через защитную какую-то аппаратуру, вплоть до очков элементарных. Но поскольку никто из нас не готов к таким событиям, то лучше просто-напросто себя дистанцировать от такого объекта. Конечно, очень хочется подбежать тут же, потрогать какая-то обшивка, заглянуть в открытый люк, зайти туда и так далее, и тому подобное. Но надо понимать, что мы не знаем, с какими технологиями нам придется столкнуться. И здоровье-то наше все-таки важнее. Поэтому мы нашим возможным очевидцам всегда рекомендуем сохранять расстояние между собой и вот этим объектом, найти какое-то укрытие, из которого понаблюдать за этим объектом, и не смотреть на него прямым открытым взглядом. И даже после того, как этот объект, если это, например, место посадки, как он поднялся в небо и улетел, даже вот это место посадки не исследовать самостоятельно на ощупь. Потому что мы можем, имеем реальную возможность столкнуться с какими-то химическими выделениями, которые неблагоприятны для человека. Для человеческого тела, в большей части. Да, тоже остаточная радиация, ну и прочее, и тому подобное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!